Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляли в моем инстаграм, под одним из последних постов. Кстати, если кто еще не подписан на инстаграм, то ссылку вы найдете в описании. Ну и здесь где-нибудь будет обязательно подписано, как называется мой инстаграм. Вот, я сейчас нахожусь в игровой, поэтому тут, скорее всего, будет немножко шумновато, но я надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Если что, простите меня за посторонние шумы. Просто я не уверена, что у меня получится снять это видео в какой-то другой обстановке в ближайшее время, поэтому использую любую возможность. Как в центре страны одеваются зимой? Голову сломало, что купить? Особенно обувь. Тут еще один был такой же вопрос, похожий. Давайте я его сразу зачитаю и отвечу сразу на оба вопроса. Привет, очень интересно знать, как одевать гето в конце осени и зимой в центре Израиля. Репатриируемся в ноябре, так что вопрос для меня очень актуальный. Зима в Израиле это такое время, когда погода очень изменчива. Днем может быть очень тепло, может быть 25 градусов, солнышко светить и можно раздеваться прямо до футболки. Но вечером может быть очень холодно, ночью тоже очень холодно и когда бывают дожди, тоже достаточно холодно. Поэтому я бы вам советовала обязательно брать с собой какую-то куртку, такую, знаете, демисезонную куртку и обувь. Не буду говорить, что берите с собой меховые сапоги или что-то такое, но осенние сапоги можно взять. В принципе, кроссовок будет тоже достаточно. Резиновые сапоги тоже можно взять, потому что здесь, когда идут дождя, они идут достаточно сильно и очень мокро. На улице много луж, поэтому они тоже пригодятся. Берите также с собой одежду домашнюю теплую, потому что в домах в Израиле зимой очень холодно и несмотря на то, что постоянно работают кондиционеры, обогреватели, это не всегда спасает. Потому что, когда на улице холодно, в доме тоже холодно, потому что нет централизованного отопления, плюс стены очень тонкие, пол кафельный и все это дело очень быстро остывает и нагреть это очень сложно. Поэтому, да, я бы вам советовала брать достаточно большое количество теплой одежды, но не очень теплой. Шубу, например, брать не надо, валенки брать не надо, это вам не пригодится, но демисезонную куртку, свитера, кроссовки, какие-то, может быть, сапоги, пижамы, которые, знаете, такие, флисовые, например. Если говорить о детях, то мы, например, Яну постоянно покупаем домой комбинезоны флисовые. У них достаточно тепло, он и спит, и бегает по дому. У него обязательно есть зимняя куртка, такая, знаете, синтепоновая, потому что бывает реально очень холодно. У него есть теплые штаны. Конечно, например, мы его не одеваем, колготки со штанами вместе, одних штанов будет достаточно, но все равно эти штаны должны быть теплыми. Вот, иногда даже детям одевают шапки, но это бывает достаточно редко, мы явно не одеваем шапку, потому что, в принципе, без нее нормально. Если уж совсем холодно, мы ему одеваем капюшон от куртки. Интересно, как приносится жара людям, которые ранее не жили в таком климате? Приходится ли прятаться от солнца в тени и, возможно ли, работать на улице летом и спасать ли море? В общем, все это очень индивидуально. Есть люди, которые очень быстро привыкают к израильской жаре, может быть, там полгода, год, и им уже ничего другого и не надо, да, им очень нравится, и они легко переносят жару, они могут даже работать на солнце, самое пекло. Есть люди, которые годами не могут к этому привыкнуть, вот, например, Андрей, он говорит, что ему заняло привыкнуть к израильской жаре около 10 лет, хотя он сам приехал из Одессы, то есть из региона, где не так уж и холодно. На самом деле, он до сих пор не особо привык к жаре, потому что у нас, например, летом, весной, осенью нон-стопом работают кондиционеры. В общем, все это очень индивидуально, я не могу сказать за вас, насколько быстро вы привыкнете к израильской жаре. Приходится ли прятаться от солнца в тени, возможно ли работать на улице летом? Ну, как бы, да, приходится прятаться в тени, потому что все-таки под самым пеклом летом находиться очень-очень сложно. Можно ли работать на улице летом? Многие люди работают, я не представляю, как это возможно, мне кажется, это очень-очень тяжело. И спасает ли море? Да, конечно, спасает. Во-первых, в море всегда можно окунуться, охладиться, около моря всегда дует какой-то прохладный ветерок. На море, конечно, жара переносится намного проще, но если вы отойдете на 100 метров от моря, то все, уже как бы море не особо работает. Именно на пляже хорошо во время жары. Расскажите, пожалуйста, как при репатриации обстоят дела с медицинской карточкой из больницы? То есть, каким образом ее забирать из больницы в стране исхода? Куда передавать в Израиль и вообще всю эту процедуру? Вот я уже прочитала некоторые ответы, которые вам писали, и на самом деле вам написали все верно. То есть, ваш диагноз в стране исхода в Израиле никого не интересует. Вы придете, скажете, что вот не был поставлен такой диагноз, вас все равно будут проверять от начала и до конца. То есть, вас будут диагностировать здесь в Израиле. Иногда даже диагнозы из страны исхода, они не совпадают с израильскими диагнозами. Так что по этому поводу не переживайте. Я, например, вообще по этому поводу не запаривалась. В принципе, я переехала здоровым человеком. Если у вас действительно какая-то болезнь, у вас есть диагноз, то вы просто, когда придете к своему первому в Израиле врачу, вы скажите, что вот вам в стране исхода был поставлен такой-то диагноз. И он вам назначит всех врачей, чтобы вас обследовали заново, и чтобы вам в Израиле был поставлен диагноз. «Расскажите, пожалуйста, как у вас складывались отношения с людьми в Израиле? Как находите себе друзей на новом месте?» Ну, смотрите, я вообще человек такой, на самом деле, нелюдимый. Мне очень сложно общаться с новыми людьми вживую. И мне занимает какое-то время, чтобы открыться им. Поэтому я не пример, если буду говорить на своем опыте, то это будет немножечко неправильно. Я на самом деле человек, который прилагает большие усилия, чтобы быть общительной, скажем так. Первые годы даже своей жизни в Израиле я, если кто не знает, то очень много сидела дома, работала дома. И практически не выходила из дома, практически не общалась с другими людьми, кроме Андрея, родственников и так далее. Я считаю, что это тоже очень индивидуально. Есть люди, которые вот так вот находят себе друзей, даже евритоязычных друзей, не зная евриту, можно так сказать. Ну, как друзей, приятели, с кем можно пообщаться. Есть люди, как я, которые очень сложно заводят друзей. И я могу сказать, что у меня есть только один друг в Израиле. Это моя подруга Лиза. И все, и то она переехала в Израиль, это моя одноклассница. Есть у меня, конечно, хорошее отношение, например, с моими коллегами на работе. Но, опять же, когда я пришла на работу, мне было очень сложно завести эти хорошие отношения, потому что мне было удобнее, например, ходить на обед одной, а не с кем-то, потому что не нужно было ни с кем разговаривать, тем более был языковой барьер очень сильный и так далее. В общем, мне сложно сказать. Я плохой пример в этом смысле. Может быть, вы что-то подскажете по поводу переобучения в сфере медицинского туризма, в проекте МОСА и так тому подобное. А быть может, вы знаете о программах по работе, переезду людей без еврейских корней. Таких программ точно нет. Точка. МОСА предназначена только для людей с еврейскими корнями. Я была в Израиле в июне этого года и очень понравилась страна. Обидно только, что о человеке начинают судить и рассматривать его возможное пребывание в стране не по его способностям, уму образования, а прежде всего по наличию корней. Вам уже вот моя подписчица Наташа ответила, ничего обидного, евреев веками гоняли все страны. Логично, что теперь они хотят жить в своей стране без других. Это очень логично. Наконец-то у евреев есть свое государство. Единственное государство на земле, где иудаизм это государственная религия, где еврейские праздники празднуют на государственном уровне и так далее. И поэтому евреи стараются сохранить вот это вот единство, сохранить традиции, сохранить свою религию и по минимуму впускать в эту религию, в эти традиции, в свою страну людей, которые с ней не связаны. Какие ощущения были в начале переезда в Израиль? Трудно ли было находиться в неизвестном для себя уголке, вдали от родного дома? Как часто бывали сирены? Ведь на границе война. И как часто слышны какие-нибудь обстрелы? Сильно это пугает вас или вы привыкли уже? Заранее спасибо. Так, какие ощущения были в начале переезда в Израиль? Была эйфория. Потому что, когда ты переезжаешь в Израиль, первые несколько месяцев, как будто ты находишься на отдыхе, на постоянном отдыхе. У тебя море, которое в такой близкой достигаемости. В любой момент ты можешь поехать на море. Когда я жила в России, такого у меня их поминья не было. Это все новое, все интересное, новая еда. Ну, в общем, это эйфория была на самом деле. Трудно ли было находиться в неизвестном для тебя уголке вдали от родного дома? Честно говоря, нет. Ну, я человек такой очень легко привыкаю к новым обстоятельствам жизни. Причем я сама это выбрала, я сама переехала. Никто меня не заставлял. Это было мое решение. Поэтому я кайфовала. Мне было несложно. Но многим людям очень сложно. Как часто бывают сирены? Я живу в центре страны. И у нас сирены бывают очень редко. Было несколько раз, когда ракеты реально долетали до центра, до Тель-Авива, например. И были, да, сирены. На моей памяти, может быть, за всю мою жизнь в Израиле было штук 5. Где-то близко к границе с газой сирены бывают очень часто, особенно во времена обострений. По нескольку раз в день. Например, вот бабушка Андрея, она живет в городе Сдерот, который находится в нескольких километрах от газы. И были времена, когда она просто рассказывала, что она просто вжила в облоубежище. И все, спала там, ела там. Просто все время находилась в бомбоубежище. Как часто слышны какие-нибудь обстрелы? Ну, вообще не слышны никакие обстрелы. В нашем районе, по крайней мере, точно. Хотя было один раз, криминальная какая-то стрельба была у нас в городе. Мы дома сидели, услышали выстрелы. Через несколько часов появилось в новостях объявление, что была какая-то криминальная разборка. Вот это единственные выстрелы, которые я слышала за всю свою жизнь в Израиле. Вот. Да я с какой-то такой улыбкой говорю это, как будто это было смешно. Ну нет, конечно, было не смешно. А? Ну, я говорю с камерой, а не с тобой. Привет, подскажи, пожалуйста, как делать и где делается пригласительное, когда хотят друзья или родственники приехать в гости в Израиль. Буду очень благодарна. Помню, ты в каком-то видео упомянула, что ты так делала. Если ваши родственники, друзья, они не входят в зону риска, которые могут приехать в Израиль и остаться здесь на заработке, то, в принципе, вы можете сделать приглашение, просто написав его от руки, дома и отправить им скан этого приглашения. Что там написать? Я такая-то, такая-то, беру ответственность за таких-то, таких-то, номер, паспорт, все дела, на время их пребывания в Израиле. То есть, такого-то по такое-то число. Тоже можно приложить ксерокопию своего удостоверения личности и все. Если же человек, которого вы хотите пригласить в гости, вы хотите его пригласить на длительное время, например, вы хотите пригласить свою маму, чтобы она помогала вам ухаживать за новорожденным ребенком. Либо вы приглашаете молодых людей, например, из Украины, откуда очень много едут в Израиль люди на заработки, молодых людей без работы, без семьи, то лучше, конечно, оформить приглашение для них в Министерстве внутренних дел Израиля, с радостью ним. Если вы, например, приглашаете семейную пару с ребенком или пару пожилых людей на две недели, у них достаточно много денег с собой, чтобы тратить их в Израиле, то вы можете просто приглашение написать от руки и отправиться. То есть, все зависит от ситуации. Я никогда не оформляла приглашение ни для кого в Министерстве, правда, к ним я всегда делала это от руки, писала приглашение, отправляла. Скажите, пожалуйста, есть ли в Израиле опция сдавать кровь и компоненты крови возмездно? Или это делается только на благотворительной основе? Насколько я знаю, это делается все только безвозмездно. Я, конечно, могу ошибаться, но... Не, мне кажется, кровь в Израиле не сдают за деньги, да? Я знаю, что в России... Я часто в России сдавала кровь, и я знаю, что есть там опция оформить себя как донора крови и получать за это деньги. То есть, за каждую сдачу крови получать за это деньги. В Израиле же такого я не знаю. Я несколько раз сдавала кровь в Израиле, и ничего за это не получала. Я даже знаю, что в России, когда я сдавала кровь, мне давали за безвозмездную сдачу крови 500 рублей. Я это помню, еще поили чаем с булочкой и так далее. Здесь ты приходишь, сдаешь кровь, получаешь сладкий сок, идешь домой, все. Расскажите, как знакомятся израильтяне, как делается предложение руки и сердца, в каком возрасте среднем решаются заключить брак. Опять же, я говорю со стороны, я не была во всем этом, я не знаю 100% всех способов. По моим наблюдениям, большинство израильтян знакомятся в армии. Если кто не нашел свою судьбу, вторую половинку в армии, то знакомятся в интернете, знакомятся, правильно я говорю? В интернете, в клубах, как в общем-то и в любом другом месте, в любой другой стране, скажем так. То, что действительно отличается от других стран, это то, что очень большой процент населения знакомится в армии. Как делается предложение руки и сердца? По-разному, как, опять же, у всех людей. Есть что сказать по этому поводу. Кольцо в фалафель. Кольцо в фалафель засовывают, Андрей, тут шутят. Ну, думаю, что те, кто более романтично устраивает какие-то сюрпризы, кто менее романтично решают просто пожениться и так далее. В каком возрасте в среднем решается заключить брак, смотря кто. Например, в религиозном секторе заключают брак очень рано. Девушки выходят замуж, ну сколько там, 18, 20, 22 года, насколько я знаю. Мужчины тоже примерно в этом же возрасте, может быть, чуть-чуть постарше. Светское же население, оно вступает в брак намного позже. Девушки, по моим наблюдениям, в среднем где-то 27-29 лет. Вот, а мужчины, в каком возрасте мужчины женятся в Израиле? Примерно? 30 лет. 30 лет, Андрей говорит. Вот как-то так. Но на самом деле могу сказать по моим наблюдениям, в Израиле люди взрослеют намного позже, чем, например, в России. Поэтому все это немножечко сдвигается, потому что есть армия. После армии есть какой-то период, когда люди хотят отдохнуть, молодые люди хотят отдохнуть. Многие из них едут за границу на год, на два года. Только потом они начинают вступать в какую-то взрослую жизнь, не то, знаете, начинают учиться. И только к годам 27-28 они уже начинают более или менее задумываться о будущем, задумываться о свадьбе, о детях и так далее. Так, еще про любовь немножечко. Даша, подели секретом, как найти свою вторую половинку в Израиле? Как молодые люди относятся к браку, семьям, детям? В каком возрасте предпочитают вступать в брак? Возможно ли брак человеку с другим гражданством, с гражданином Израиля? Ну, про возраст, когда люди вступают в брак, я сказала. Как найти вторую половинку в Израиле секрета, я не знаю как-то. Не знаю, как ответить на этот вопрос и стать. Молодые люди относятся к браку, семье, детям. Смотря что такое молодые люди. В 20 лет, я думаю, что они не думают об этом. Молодые люди, начиная с 27-28, они начинают думать о семье, о браке и так далее. Ну, и когда у них уже образуется семья, девушки выходят замуж, мужчина женится, появляются дети. Вот с этого момента семья – это то, вокруг чего крутится вся жизнь израильтянина. Вот это то, что я вижу. Причем как мужчина, так и женщина. Нет такого, что семья – это женская обязанность, мужчина приносит деньги. Такого в Израиле нет. Возможно ли брак человека с другим гражданством? Да, возможно. Но этот процесс очень сложный, муторный. И надо очень любить сильно человека, чтобы пойти на это, скажем так. Ну все, на этом вопросики закончились. Надеюсь, что видео получилось не слишком сумбурным и не слишком шумным. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поддержать его лайком и подписываться на мой канал. И подписывайтесь, ставьте на мой инстаграм. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.